Что построить в центре Старокорсунской решат сами жители. Городская власть сделала все возможное, чтобы защитить землю на улицах Ленина и Первомайская от точечной многоэтажной застройки. Следующим шагом к комфортной жизни станет обрезка аварийных деревьев в проезде Разина и строительство так необходимого там канализационного коллектора. Вектор совместной работы глава Краснодара Евгений Первышев наметил в ходе приема граждан по личным вопросам. Дарья Безинская тоже побывала на встрече. Коренной житель Старокорсунской Николай Дужак с односельчанами пришел на прием граждан к мэру Евгению Первышеву, чтобы защитить исторический облик родной станицы. Все из-за желания арендатора участка практически в самом ее сердце рядом с главным сквером построить многоэтажный дом. Застройщик даже успел поставить забор, но столкнулся с возмущением местных жителей. Они были против многоэтажной застройки. Во-первых, потому что новый ЖК вторгся бы в историческую часть станицы, а во-вторых, из-за водопроводных сетей, которые, по словам станичников, просто не выдержали бы возросшие нагрузки. С этими аргументами жители собирались на публичные слушания. Но встречу почему-то назначили едва ли не в самой далекой от станицы точки Краснодара. Публичное слушание приходит к Прокубанскому. С готовым решением приезжает к нам во дворец культуры. Хорошо мы через добрых людей узнали, и нас прибыло, и было всего шесть человек. Глава города рассказал, что ухищрения застройщика не принесли результата. Изменения в генплан, которые были подготовлены на основании таких публичных слушаний, были отклонены депутатами на заседании городской думы. Евгений Первошов заверил, что именно станичники выберут сами, что строить на этом месте. Необходимо нам собраться. Для этих целей я даже хотел выехать в ближайшее время, встретиться с жителями на общем собрании, обсудить, какое целевое использование вы видите, что там необходимо, возможно, там будет построить для того, чтобы в дальнейшем найти какие-то коммерческие интересы со стороны предпринимателей, либо там может социалка, еще что-то. То есть вот направление, которое необходимо обсуждать. А Валерий Коновалов, житель поселка Калинина, пришел к главе города с важным вопросом. На бульваре интернациональном нужно провести фекальную канализацию. Жителям приходится нелегко. К тому же без нее невозможно приступить к строительству ливневки и укладки асфальта. Это тоже необходимо. Жители Калинина решили взять ситуацию в свои руки. Сами заказали проект коллектора. Проект мы сделали практически за свои деньги. Он прошел госэкспертизу, получил положительное заключение. Воплощение проекта в жизнь стоит 32 миллиона рублей. Сумма слишком большая для простых жителей, поэтому без помощи городской власти не обойтись, подчеркивает Коновалов. Евгений Первышев отмечает, строительство фекальной канализации уже заложено в соответствующей программе. Для этого зарезервировано софинансирование с городской казны. Теперь нужно, чтобы этот проект поддержали на региональном уровне. Подали заявку в Край на получение субсидий. Сейчас там будет проходить конкурсный отбор документации проектной. Будем просить, активно просить, чтобы они все-таки предусмотрели, имели такую возможность, нам такие лимиты довести. Всего на прием граждан главе города в этот раз пришли семь человек. Их волновали земельные споры, состояние зелёных зон и защита их от точечной застройки. По каждому вопросу Евгений Первышев дал поручение подчинённым. Дарья Безинская, Евгений Валитов, Павел Сухольников, Наталья Пилипко. Телекомпания «Краснодар». Субтитры создавал DimaTorzok